По ту сторону Млечного Пути Элеансы жили в гармонии и энергетической связи со своей планетой. Пока небо не упало на Землю, Нашу планету захватили иные. Они забрали наши гордые души. Чтобы генерировать энергию полета для захвата других миров. После долгих лет боли и забвения Уставшая планета позвала нас И дала силы, чтобы восстать против агрессии И вернуть себе гордую душу. Мы вернем наш мир и восстановим равновесие. Свобода – это истинное сокровище. Мы не сдадимся. Надежда есть. Я смешала два тональных крема из серии Can't Stop Won't Stop в оттенки Buff и Cinema И зафиксировала все прозрачной пудрой. Чтобы в двух образах рисунок был одинаковым, я подготовила тропей. Белым карандашом Jumbo я намечаю плавники. А черной помадой Liquid Suede рисую под ними тень. Белой кремовой краской SFX намечу самые высокие точки будущих плавников. Желтыми тенями из палетки Ultimate сделаю плавный переход. Теперь очередь оранжевых теней из палетки Off Tropic. Красная кремовая краска будет почти везде. И вокруг плавников, и на лбу. Золотистый пигмент для блика. Черным цветом рисую тени. Внешний и внутренний угол глаза моего элианса тоже будет красный. На центр добавлю оранжевый. При помощи белой подводки нарисую себе новый супер тонкий нос. Теперь добавим блики на плавники. С салатовой подводкой я доработаю плавники с двух сторон. При помощи черной помады отрисую себе новые скулы. Чтобы мой элианец не был скучно красным, добавим немножечко розово-фиолетового. При помощи бордового цвета сделаем тень более мягкой. Добавим немного сияния при помощи моего любимого хайлайтера Duo Chromatic в оттенке 5. Рисуем 3D стрелки. Два водостойких карандаша Off Tropic в оттенках So Fresh и Pineapple Punch помогут создать мне нужный оттенок на слизистой. С салатовая подводка Vivid Brights я прорисовываю волоски на бровях. Я рисую объемные детали. Нижнюю часть шарика я делаю немного темнее. Затем при помощи матовой подводки добавляю четкую линию. Блики белой подводкой. Серыми тенями из палетки Swear by It добавляю тень от шарики. Я обвожу трафарет и рисую жемчужину белым карандашом Jumbo. Добавляю линию горизонта и линию прибоя. Мятным корректором заполняю океан. Смешав белую краску SFX с желтым корректором, рисую песок. Затем добавляю будущие волны. Светло-серыми тенями из палетки Swear by It добавляю объем под волны. Чтобы жемчужина не была плоской, я затемню все ее края. Светло-голубым и темно-голубым цветом теней из палетки Ultimate я буду рисовать океан. Ближе к горизонту он будет немного темнее. К берегу вода становится более голубой. Белой подводкой добавлю блики на волны и на водную гладь. Теперь приступим к радужному небу. Будем рисовать все цвета радуги, начиная с красного и заканчивая фиолетовым. Вначале при помощи цветных красок SFX и жирных корректоров из цветной палетки я прорисовываю основу. Поверх нее тени будут ложиться более ярко. При помощи белой краски нарисую спутники планеты Элиас. Я решила, что их будет четыре. Теперь при помощи серого цвета рисуем тень под жемчужиной. В центре она будет немного темнее. Туда я добавлю черных теней. Белой краской SFX я намечу три плавника на шее. Цвета и принцип построения объемов будет такой же, как и у плавников на лице. Черные тени и белые блики. Такие же зеленые шарики, которые висят в воздухе. Много, много зеленых шариков. Чтобы рисунок на груди выделялся, необходимо добавить черные и белые акценты. Хайлайтер дуохроматик в оттенке Snow Rose я добавлю на плечи. Оранжевая помадка Failed Again Liquid Spade я рисую продолжение декора. Тени стик в оттенке номер 8 я использую для того, чтобы нарисовать жабры. Должны же эллиансы как-то дышать. Для заполнения отверстий под жабрами я использую две кремовые краски. Иногда пальцами работать веселее и быстрее. Красной кремовой краской SFX я рисую еще четыре плавника. И снова по тому же принципу. Белой крем краской я добавляю объемы, темным цветом рисую тени. Чтобы жабры были более выпуклые, в каждую ячейку я добавляю черные тени. И снова черные тени, куда без них. И чуть не забыла о салатовых шариках, их тоже добавим. Черная подводка Epic Ink это моя любовь. Здесь я буду использовать ее. Салатовая подводка Vivid Brights в оттенке Escape я прорисую нижнюю часть жабр. Белой подводкой снова добавлю блики. Везде. Много красивых бликов. Я решила, что эллианцы не могут носить помаду, поэтому просто нарисуем им белый контур. Последние штрихи делала прямо на пляже. Бумажные плавники держатся при помощи лейкопластыря, а кожу покрасила красной кремовой краской SFX. Второй образ будет аналогичным, но не таким ярким. При помощи кремовых красок я рисую такие же точно плавники, но другого цвета. Черная помада Liquid Suede снова прорисую объемы. Синий-серый-голубой, выбирай себе любой. Супер красивый хайлайтер 2-хроматик в оттенке 01 я нанесу на лоб, на подбородок и под нос. Смешаю черную помаду и белую кремовую краску. Этим цветом заполню скулы. Цепь, которая символизирует отобранную свободу, я нарисовала при помощи белого карандаша Jumbo. Пустоту в груди рисую черной матовой помадой. При помощи спонжа я набираю синюю и белую краску, чтобы получить голубой оттенок кожи. Затем все заполнила серебристой краской SFX. Чтобы цепь стала объемной, я использую черные матовые тени из палетки Swear by It. Белой подводкой я добавлю блики на верхнюю часть цепи. Теперь рисуем тень от цепи на тело, чтобы она стала очень объемной. Голубым карандашом Pull Boy я прорисовываю слизистый глаз. Губы будут аналогичными. Электрические разряды в пустоте я тоже рисовала белой подводкой. Для анимации я сделала две фотографии, немного дорисовав разряды. В кадре будет только одна рука, поэтому не будем переводить краску на вторую. Когда гордая душа на месте и мы можем быть спокойными за наших элеанцев, будем рисовать жемчужину. Оказалось, что эти салфетки прекрасно вытирают водостойкие текстуры. Снова добавляем объемы нашей жемчужине. Чтобы жемчужина начала светиться, я снова использую хайлайтер номер 01 из серии Duo Chromatic. Для возвращения цвета нашему инопланетному другу, будем добавлять цвет на декор при помощи помады и салатовых теней. Элеанец доволен, начинает расцветать. Правда, декор я сделала очень просто. Для его создания я взяла проволоку, бумагу, клей ПВА и бумажные салфетки. Затем я его раскрасила художественными красками и приступила к созданию своего жезла. В этом мне помогла палка, проволока, клеевой пистолет, салфетки и клей ПВА. Жемчужину из пенопласта я покрыла пигментами от NYX Professional Makeup, а салатовую сетку вырезала из бумаги и покрасила художественными красками. Надеюсь, видео вам понравилось. Всегда ваша тютюшка.